Кулисные композиции. Слева мы видим архитектуру, справа мы видим деревья, в центре разворачиваются события. Вот так, в буквальном смысле по штрихам, художник Сергей Цыганов разбирает картины своих учеников. Для него каждая, как произведение искусства, на них природа словно живая. То, что мы не замечаем, художники увидели и решили показать всему городу. На выставке собраны различные жанры, различные техники исполнения. То есть светлое Рождество у нас всегда ассоциируется с зимней темой прежде всего, но также и с народным бытом, с народными гуляниями. Поэтому нам эта тема интересна своими красками, своими композиционными решениями. Деревенские гуляния, зимняя дорога, снежный лес или воробьи, клюющие рябином, порой природа балует нас довольно необычными явлениями. Они пугают, настораживают или просто заставляют любоваться и восхищаться. Написать их сложно, но для художников в этом и заключается вся прелесть рисования. Мне нравится сам процесс и результат, которого я добиваюсь. Мне нравится сочетание теплых и холодных цветов, как, например, зима с розовым цветом неба. Почему? Потому что это показывает нежность и легкость состояния природы. Среди представленных картин не только те, что написаны акварелью, есть и графические рисунки. Всего около 40 работ их авторы – ученики Сергея Цыганова. А вот он сумел во мне рассмотреть, дремавшее доселе желание рисовать. И вот я представлен здесь, как ученик его, вот тремя произведениями. Вот первое произведение – это «Оптина пустынь», «Святые врата». Рождественская выставка учеников Сергея Цыганова продлится до 15 января. Посмотреть на картины можно в малом зале музейно-выставочного центра. Ксения Казакова, Александр Попов для РТВ.